Здравствуйте! На библейский портал Эгзегет пришел вопрос, что можно и что нельзя класть в гроб с покойником. Мы все вспоминаем притчу о безумном богаче, изложенном в 12 главе Евангелия от Луки, которая прямо передает нам слова Господа, обращенные к человеку. Безумный в эту ночь дужу твою возьмут от тебя. По-славянски совсем такой страшный глагол и стяжут, то есть вырвут. Кому достанется все, что ты заготовил. Вот есть традиции распространенные класть в гроб покойнику какие-то символы его земной жизни, может быть его богатство, его достатка. Все это там ему, конечно, совсем не нужно. Единственные символы положения во гроб, которых вместе с телом усопшего человека оправдан, это символы его веры. Это крестное знамение, нательный крест, который остается с ним, или крест, который у него в руках, или может быть икона иногда. И так называемый венчик на его голове бумажный с напечатанными тоже изображениями Господа, Матери Божией и Иоанна Предтечи. Вот это все, что нужно. Нужно понимать, что тот неувидаемый и настоящий капитал, который может взять с собой человек, это навыки духовной жизни в Царстве Небесном. Вот иногда поэтический образ, точнее многих богословских фраз, передает какую-то мысль. Вот у преподобного Ефрема Сирина, великого богослова древности эти удивительные слова. Он говорит, что после смерти каждый из нас вознесется к Богу настолько, насколько на земле он вырастил свои крылья. Вот ты предстанешь Богу, и все, что ты о нем знаешь, и как ты привык с ним разговаривать в молитве, и как ты усвоил правила жизни в его царстве, то есть исполнение его заповедей, вот это будет для тебя наградой, утешением и надеждой вхождения к нему. Вот это надо взять с собой. И этого отнять никто не может. У нас есть огромное количество святых, например, новомучеников, которые даже не удостоились христианского погребения, отпевания. Они закопаны в безвестных могилах, в безымянных рвах вместе с тысячами и тысячами других людей. Но с собой они взяли навык христианского устроения своего духа, который воссияет с ними вместе на страшном суде Божьем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.